Депрессия прошла, пришло принятие. Более выгоден по отношению к BNB 20 дня. Зачем вообще торговать настоящими вещами? Рынок попросил скамов, и мы заделиверим. Заявление, судя по всему, трехлетней давности. Вижу биток по 20. По 20 долларов. Друзья, приветствую. Будет ли биток по 20 пока непонятно, зато многие проекты готовят нам и так какой-то такой неисчерпаемый поток хороших новостей, над которыми не стыдно поржать. Именно за этим мы сегодня собрались с нашим младшим аналитиком, с нашим старшим аналитиком. И с нашим крупнейшим аналитиком. И с нашим вообще крупным криптоинвестором. Давайте разбираться, что радовало сообщество на этой неделе. Наш хомяк сделал 4 икса на очередном чудо-волшебном проекте ланчпада. На Селере? На Селере. И немножко раскормился. Теперь даже когда он бегает в шарике, он это делает солиднее. У нас стал очень импозантный младший аналитик. Он принес нам шикарные кейсы. Кейсы Селеры. Как сделать иксы на лотерее, а потом сделать минус иксы на листинге. Я вот попытался забежать в Селер, но в отличие от младшего аналитика, который сделал 4 икса, мне этот экспириенс стоил 78 долларов. Это была цена того, что я завел, купил, BNB меня прокатили на хаях, как говорится, с Селером. У меня все повисло, ничего не открылось. И потом я когда слился обратно и посчитал, сколько я потерял, то по курсу биткан на тот день для меня этот экспириенс по инвестициям в ланчпады обошелся в минус 78 баксов. Ну согласись, схема красивая. На этих хаях, как ты выразился, прокатилось еще 35 тысяч человек. А с каждого 5 старших рубль. Поэтому, к сожалению, у меня лично нету теперь уже бюджета на покупку младшему аналитику. Даже еды. Даже еды. Но я вам хочу сказать, что у меня на канале есть эфировский адрес, на который могут люди пожертвовать. Теперь внимание, вопрос. Сколько эфиров пришло мне на адрес за полтора года? 0,1? 0. 0. Ровно 0 эфира пришло. Ну хотя бы круглая цифра. Круглая цифра. И не стыдно. Да, если пришло 0,1, меня бы могли внимательные зрители обвинить в том, что я, например, сам себе их послал, чтобы раскачать лодку. Правильно? Ну нет, там пришел ровно 0. Я как честный аналитик. Ну это было бы прикольно. Этим же не гнушаются ни биржи, ни держатели или команды криптовые самим подпампить какой-нибудь свой актив. Конечно. Но мы не такие. Мы не такие. Нет, нет, нет. Но биржи, как ты правильно заметил, не гнущаются уже вообще ничем, потому что наш свет о чемном царстве падающего рынка CZ, он же сизый, мне сказали, я в дороге сизый. Так вот, сизый вышел с заявлением о том, что мы перестаем делать вид, что мы играем в казино, и теперь у нас для того, чтобы попасть на ланчпад, у нас официально лотерея. То есть я нас поздравляю, это следующая веха в развитии крипторынка, когда мы окончательно отбросили вот этот мусор про желающих зайти, желающих выйти, про иксы, которые может будут, может нет. Про слабые и сильные руки. Иксы будут у тех, кто победит в лотерее. Поддержите, пожалуйста, Сизова, купите лотерейные билетики на его токены. Это даже не лотерейные билетики, это фьючерс на лотерейные билетики. Причем ты, получается, можешь зайти, можешь выйти. Мне кажется, что до момента хомикалипсиса, когда вот уже окончательно все обвалится, надо только, чтобы реализовались прогнозы по тому, что добавят маржиналку. Так вот я считаю, лотерея с маржиналкой, это то, что нужно крипторынку вот уже это. Ну вообще, мне кажется, это правильно. Вот эти вот американские стадии принятия неизбежного, ну мы долго были, как бы это сказать, в отрицалове. Да. Ну как бы мы говорили, нет, это не лотерея, тут не будет азартной игры. Крипта не пирамида. Все ради технологий. Не пузырь. Там и так далее. Потом мы как-то агрессивничали. Вот суки, они построили тут очередной игровой автомат вместо завода. А теперь прям официально. Официально, да? Ну как бы уже все, пришло, торг закончился, все закончилось. И прессия прошла, пришло принятие. Бинанс, покупайте, холдите наши токены, они станут лотерейным билетом на вход в нарисованные иксы. Битрекс, три круга, не ада, три круга лотереи. Те, кто купил лотерею подешевле, могут тут же продать эту лотерею подороже. Официально. Официально, да. То есть, если вы, условно говоря, там в первом круге победили и вам нарисовали каких-то иксов, вы можете, не дожидаясь листинга, гэпа там и прочего, вы можете тут же продать второму кругу. Второй круг тот же может продать третьему кругу. Я бы не удивился, если бы третий круг, если бы у них был еще пресейл на листинг, и третий круг сливал бы в пресейл. А я лучше имею идею. Я надеюсь, что все-таки Бинанс оценит нашу работу по рубрике «Полезных советов». То есть, вы все правильно делаете, пацаны. Мы как бы в ходу ваших мыслей врубились. Вот этот стейк счастливых лотерейных BNB на вход в будущее, как ты правильно назвал, нарисованные иксы. Вам нужно закончить эту ситуацию до логического завершения. Разрешите, пожалуйста, торговать ранее за стейкенами BNB между собой. Тогда у тебя будет BNB 19 дня более выгоден по отношению к BNB 20 дня. Это будет вообще шикарно. То есть, это будут, как сказать, деривативы на BNB. Очень перспективная идея, на самом деле. Слушай, ну это же во всех цивилизованных рынках это есть. Ты можешь купить облигацию за год до выплаты купона, можешь купить облигацию за день до выплаты купона. Представляешь, колы пут-опционы на BNB. Мне кажется, это будет очень круто. Очень. Ребята с Deribit, это кто не знает биржи, где есть опционы на биток, там поставочные, беспоставочные, всякие. Сделайте опционы, наконец-то, на BNB. Ну, рынок страдает. Не каждый нашел себе рулетку по вкусу. 90% бирж врут о своих реальных объемах. Не может быть. Вот это поворот. Да, эта новость ранит меня в самое сердце, потому что я думал, что 99,9. То есть ты веришь, что есть где-то 0,1% бирж, которые честно репортят объемы? Ну, мне хочется думать, что где-то есть какая-то цифра, от которой все отталкиваются. Что есть хоть какое-то направляющее. Что это не просто вообще рандомная цифра на экране, она хоть на чем-то основана. Ну, все же ждали, что падение рынка приведет к его очищению. Но я и подумать не мог, что рынок очистится от нормальных проектов, значит, а казино с лотереями останутся. То есть очищение пошло немного не туда. Не в ту степь. Не в ту степь. Плохие проекты разбаловали хороших людей, стало сложнее и дороже разрабатывать. А за счет того, что массовый хайп и все такое, как бы скамиться стало дешевле. Скамиться стало выгоднее. Выгоднее. Потому что получается, что если ты, грубо говоря, берешь 100 долларов за фандрейзиных, эти 100 долларов тратишь на продукт, у тебя куча недовольных людей, потому что где иксы? Если ты 100 долларов тратишь на иксы, то ты как бы казино. Ну, этим путем пошла часть товарищей. А если ты берешь 100 долларов и просто с ними уходишь в светлое будущее, то как бы на нет и сюда нет. В общем, я понял, не в ту степь мы пошли. Не надо было идти на initial exchange offering, не надо было фандрейзить. Надо было рассказать красивую легенду, как большие космические корабли бороздят не менее большой термин. Мне кажется, что если все-таки собирать фандрейзи не с месседжем, про разработку технологий, про какую-то токеномику, про какую-то работу, как это все работает, а просто говорит, ребят, иксы завтра, каждый день по 2% или по 3%. Все. Что делает токен? Токен растет. Больше ничего не делает. Просто растет. А потом в какой-то момент расти перестает. Ну, кто успел, тот и съел. Почему, ребята, можно делать 3 уровня ада на бирже? Да, логично. То есть, в общем-то, надо было сразу строить просто хайп, пирамидку. Сразу, с рефералочкой, я думаю, в глубину в 10 многоуровневой системе. Ну да, мы уже не сможем быть первыми, тут уже как бы были первые вопросы. Так, даже этот, я был на BAP конференции в Одессе, это такое маленькое, достаточно камерное мероприятие, и там Зука, по-моему, был, и сказал он тогда следующую фразу, что рынок попросил скамов, и мы заделиверим. Действительно, если пользователь хочет этого, он хочет обещания. Вот мы как раз говорили о том, что продавали ICO в 17-м, да и в 18-м году тоже. Они продавали обещания. Чем больше пообещаешь, тем больше денег соберешь. Если ты пообещаешь, там, изменить отдельно взятую страну, ну, как-то собирали сладость. Лучше сразу было менять Вселенную. Менять Вселенную, причем кардинальным образом. Все что-то дисраптили. И чем больше был масштаб того, что ты шел, значит, и дисраптил, то есть, если ты, грубо говоря, шел и дисраптил, как ты правильно говоришь, в маленьких масштабах, ну, какую-то софтину, какую-то платформу, тебе хватало этого дисрапта на ламбу. Если ты хотел 10 ламп, тебе надо было дисраптить в 10 раз больше. Да, поэтому, как бы, лучшая стратегия для такого фандрейзинга была задисраптить максимально глобально. Вообще все, просто вот блокчейн is everything. Так, а, по-моему, EOS и выходил, кстати, с таким лозунгом. Если мы вспомним ранние презентации EOS, то вам сразу говорили, что блокчейн будет везде. Все будет блокчейн, и у пацанов 4 ярда. Мне кажется, в принципе, нормальная схема. Ну, Telegram, что, тоже неплохо. И, кстати, про токены Telegram. На несуществующие токены уже в UCH выросли в 4 раза. То есть, если вы держатель, у вас крепкие руки, то у вас есть шанс когда-нибудь их тоже получить. Павел Дуров, если вы нас смотрите, я считаю, что вам нужно объединить силы с CZ, потому что грамм на Binance с маржиналкой сейчас это то, что поможет технологии. Вообще изменит мир. Вот так. Ну, разумно, рабочая версия. Да. Ну, вообще мне нравится идея дериватива на дериватив на дериватив. Мне кажется, это прикольно. В прошлый раз на фондовом рынке хорошо сработало. В 2008. А потом еще разок в 14-м. Не, ну, правда, вот смотри, у тебя же есть, например, токены Atom? Есть. Наши любимые. Я уже даже могу на них посмотреть. То есть, у нас опять все перетекает, по сути, в OTC. OTC на Gram, OTC на Atom, OTC на… На что там сейчас еще? OTC на Gram, это, по-моему, немножко другое, нет? Ну, не суть. Кстати, да. Не, ну, вообще, да. Мне кажется, в принципе, это хорошая тема. Зачем вообще торговать настоящими вещами? Давайте просто придумывать какие-то слова и вот торговать ими. Но это же все равно казиноха. Это как, и помнишь, мы с тобой одно время придумали игру в города по крипте? Вот давайте на те города, что мы придумали по крипте, на них и торговать в обратную сторону. Это хорошая тема, мне кажется. Ну, потому что, как бы, вот эти казино нечестные, они же все время подкручивают, а тут ты сам придумал правило, ну, можешь быть уверен, что все будет по-чесноку. Ну, не совсем поэтому, а потому что White Paper Селера так никто и не прочитал. Ну, друзья, если вы мне объясните, зачем читать White Paper Селера, Фетча, BitTorrentа, например. Он уже, кстати, в топе CoinMarketCap где-то подбирается, крадется. Было бы странно, если бы было по-другому. Если это используется, чтобы манифестировать новую модель для BNB токена, то, естественно, там несчастная капитализация BNB, и нужно показать, как мы способны вот этими маленькими объемами воздвигать империи зла. Строить звезду смерти. Кстати, про империи зла. Значит, Виталик, наш любимый, со смарт-контрактами, дау, который не классик. Давайте называть его Виталик не классик. Вышел и сказал, что криптокотики, значит, положили сеть, условно говоря, 15 транзакций в секунду. Это недостаточно для эфира. Ну, это удивило всех тех, кто не мог отсылать транзакции из-за криптокотов. То есть, хорошо, что спустя там сколько, год-полтора, наконец-то мы это признали. И поэтому мы идем в светлое будущее, где криптокотов можно будет слать в тысячу раз больше. А сеть эфира от этого не будет ложиться. И это будет сделано как? Шардинг. 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 Заявление, судя по всему, трехлетней давности. Ну, вышло 21 марта. Ну, по ошибке. По ошибке. Его, наверное, отправили вот в пик криптокитис через блокчейн. Ну, оно дошло. Оно было зафиксировано в блокчейне. И вот сейчас мы можем его прочитать. Суждать новости это как ремонт. Это невозможно закончить, можно только прекратить. Так что, друзья, прекращаем на сегодня. Ждите новых выпусков. С нами был Андрей Великий, главный, бессменный, я не знаю как, идеолог канала «Хомяка движения» и канала «Криптохомяки». И Дмитрий Карпиловский, совладелец этого замечательного токена. Друзья, всем благ. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...